САЯНСКАЯ БУРТАЛОВ Барбер разбирается в формах головы, какую стрижку лучше подобрать, какая будет лучше, какая лучше будет косметика для каждого типа волос. Наши предки, в принципе, у них не было триммеров, не было каких-то лезвий, мак, желе. Такого у них, конечно же, не было. Естественно, они брились и топорами, и острыми ножами, и опасными бритвами. Естественно, эти корни переходят и сюда к нам. Что такое барбер? Барбер – это классное бритье, чистое, гладкое бритье. Клиентов у нас очень много, очень много клиентов, молодых парней, взрослых, молодых мужчин, тех же дедушек, которые хотят за собой следить, выглядеть стильно. Борода – это не прозорошесть, это не просто волосяной покров. Борода – это стиль, борода – это мода. Мода на бороду возвращается, и она будет всегда. Просто до некоторых, к примеру, городов или для маленьких городов это доходит просто дольше. Казалось бы, что специалисты барберы или клиенты бородатые мало пользуются спросом в барбершопе. Нет. У нас очень много бородатых людей, очень много стильных людей, парней, которые делают классные прически, стильные прически. Современный барбер – человек творческий. Он не только должен сделать стрижку, но и правильно подобрать ее к типу внешности, овалу лица и общим пропорциям тела клиента. В моде обычные стрижки, то есть в барберской сфере это звучит как андеркат, сайдпарт. Это обычная стильная стрижка, уложенная назад волосы, гладко выбритые бока. Очень много людей любят длинный волос, то есть это, соответственно, уход. Мы делаем этот уход профессиональной косметикой, профессиональными шампунями, бальзамами. Также мы скрабируем волосы, голову скрабируем, то есть это все для того, чтобы голова не жирнела, не было перхоти. Раньше таких специалистов называли цирюльниками. Кстати, первые бродобреи появились еще в Древнем Эгипте и уже в то время использовались бритвы для оформления бороды и стрижки мужчин, а парикмахерские манипуляции выполняли лекари. Когда-то Барбары проводили медицинские процедуры, удаляли зубы, ставили банки, проводили процедуру кровопускания. Это все зависит от формы головы, то есть есть у нас квадратная голова, это, кстати, самая лучшая форма головы, квадратная голова. То есть к ней подходит вся форма бороды, так же, как и любая стрижка, подходит к квадратной голове. Есть овальные, есть треугольные, прямоугольные, есть бороды, то есть только зона муша, только усики, много молодых людей носят. Объемные бороды, чтобы они прям густые были. Кто-то не любит, чтобы была борода на щеках. То есть это зависит от либо стиля бороды, либо от желания. А почему вы выбрали такой стиль? Стиль бороды? Бриться мне леется, если честно. Ну, если я броюсь, у меня раздражение очень идет. Носить бороды или усы модно уже несколько сезонов. В этом году в моде щетина, бредта, круглая густая оборотка, утиный хвост, борода викинга, эспаньолка, шкиперская борода. Подбирать форму, длину и даже оттенок, идеально подходящий тому или иному клиенту, поможет мастер. У нас очень много модных парней, стильных парней, которые трясутся над бородой, трясутся над своей головой, над своей прической. Очень много, кто ухаживает за бородой, делает камуфляж бороды. Камуфляж – это окрашивание бороды, то есть тоже седины, ржаны. Единственная мода, которая будет всегда – это стильная, ухоженная, чистая и красиво подстриженная борода. Это вот самый песк моды. Главное, чтобы у нас не было никаких торчков, все было красиво уложено, красиво подстрижено. В Саянске очень много брутальных мужчин, отмечая специалист, предпочитает которые стиль и качественные уходовые средства. Кстати, услуги бородобреев сегодня настолько популярны, что по всей России открываются специальные школы и курсы мастеров по созданию стильных мужских образов. Свой профессиональный уровень, конечно, повышают и саянские барбары. Субтитры создавал DimaTorzok